Поскольку мы говорили в прошлом эфире о циклах жизни, продолжительность жизни, в общем о жизни, а вот давай мы сейчас поговорим о что после жизни, то, что называется инкарнация или инкарнация, что происходит после жизни и что, ну, мы сейчас говорим в большей части о физической концепции, как это всё происходит и о циклах жизни и времени. То есть приходит цикл, когда то, что мы называем смертью. Но смерть это физическое тело, это мы знаем, а вот что потом? Вот давайте об этом поговорим. Да, да, очень важное понимание, потому что от того, как мы относимся к смерти, в действительности зависит наша жизнь. Ну, веды, они утверждают, что мы с вами бессмертные души, которые находятся в временных телах. И, по сути, переход, смерть это момент перехода из одной жизни в следующую. Я люблю сравнивать этот переход с переходом из одного класса в другой. Ну, то есть, по сути, вот та жизнь, которую мы сейчас проживаем, это определённый этап эволюции нашей с вами эволюции, эволюции души. И жизнь можно сравнить со своего рода классом. То есть, проживая эту жизнь, мы набираемся жизненного опыта, развиваем себе определённые качества, способности, умения, избавляемся от каких-то, как бы, от того, что нам мешает проявить себя полноценно. То есть, выходим на более высокий уровень развития. И когда мы в этой жизни достигаем совершенства, мы оставляем своё тело, и нас переводят в следующий класс, то есть, в следующую жизнь. Душа выходит из этого грубого тела в тонком теле со всеми вот этими тонкими способностями, умениями, которые она развила в этой жизни. И в этом тонком теле получает новое воплощение в следующем грубом теле. То есть, рождается снова. Опять же, два момента очень важных. Первый. Этот переход происходит в тот момент, когда мы уже достигли совершенства на этом уровне, в этом теле. И нам пора уже двигаться дальше. Ну, то есть, из одного класса переходить в другой. Но есть второй момент перехода. Это если мы в этой школе жизни с вами не справляемся с учебной программой, и вместо того, чтобы осваивать этот учебный материал, то есть, развивать себе соответствующие качества, способности, умения, игнорируем эти возможности жизненные. И если мы, я люблю говорить таким образом, что заваливаем свою учебную программу, опять же, нас убирают из этой жизни. То есть, мы оставляем это тело, получаем возможность опять родиться и заново пройти вот тот жизненный цикл, который мы сейчас с вами не освоили. Поэтому несколько вариантов перевоплощения. Первое. Я могу пойти на более высокий уровень, потому что я достиг совершенства в этой жизни. Я могу родиться снова на том же уровне. Ну, по сути дела, нас выпускают из этого класса и повторно зачисляют в этот же класс. То есть, я воплощаюсь в похожих условиях, и мне дается следующий, второй шанс. Ну, есть еще более печальный вариант. Веды также говорят, что мы можем пойти вниз по эволюционной лестнице, то есть, получить воплощение на более низком уровне развития. Почему? Потому что мы не пользовались возможностями этой жизни, мы игнорировали возможности развития. И по законам Вселенной нам полагается опуститься на ступенечку ниже. То есть, мы получаем рождение в теле и в условиях, которые намного ниже тех, в которых мы с вами сейчас находимся. Поэтому, по сути, смерть – это переход из одного состояния жизни в другой. И от нас с вами зависит. Мы пойдем на более высокий уровень существования в этой Вселенной, мы останемся на этом же уровне, получим еще один шанс все-таки, чтобы воспользоваться. Либо мы опустимся на ступеньку ниже. Поэтому веды говорят, что есть высшие, есть как бы разные уровни планет. Есть высшие планеты, есть планеты нашего земного уровня, а есть так называемые низшие планеты. По сути, это возможность в момент смерти пойти либо вверх по лестнице развития, либо снова воплотиться на этом уровне, либо опуститься на низшие планеты. И вот наша жизнь – это шанс такой. И как мы воспользуемся, зависит от нас. Да, но я хочу просто добавить, что планеты, потому что обычные люди, которые не знают вот ведической концепции строения Вселенной, планеты – это те, которые планеты у нас на небе, допустим, там Венера, Марс, это не эти планеты. Это совсем другое строение, это ведическое строение, которое к этим планетам не имеет значения, не имеет никакого отношения. Это просто другие миры, скажем так, вот, высшие и низшие миры.